Добрый вечер, вы видите канал Астана, программа Статус Кво, и сегодня у меня в гостях известный кинорежиссер Егор Кончаловский. Добрый вечер, Егор. Здрасте. Я так часто видела вас в прошлом году в Астане, но сейчас стало реже видеть. Какими судьбами вы на этот раз заехали к нам в город? Ну, вы знаете, во-первых, я всегда очень люблю возвращаться в Казахстан и в Астану и в Алмату, потому что, естественно, сняв две картины в Казахстане, возвращение в Алматы и сердце моё Астана в Астане, конечно, эти места всегда для меня остаются очень своими. То есть, вот я буквально, вот я сегодня прилетел, утром рано, мы ехали по ночной Астане, здесь снимали, здесь снимали, здесь снимали, здесь снимали. В принципе, вы Астану даже, знаете, лучше меня. Ну, с какой-то точки зрения, безусловно, с какой-то точки зрения, да. И поэтому для меня, конечно, всегда приятно возвращаться в Казахстан. Я давно не был здесь, несколько месяцев. Вот почему у вас не было несколько месяцев? Потому что я снимал кино в Баку, в Азербайджане. То есть, вы снимаете такую же новеллу «Баку, я люблю тебя», так же, как вы снимали «Астана, любовь моя», «Москва, я люблю тебя». Есть два фильма, можно сказать. Вы снимаете такой же фильм, да, там есть начало, середина и конец. Нет, ну смысл такой же. Формат, не смысл. Формат, формат, формат 10 кинорежиссеров, да. Но, естественно, каждый кинорежиссер, как это было в Москве, как это было в Астане, и как это сейчас в Баку, каждый режиссер пишет свою абсолютно авторскую историю. То есть, там нет ни одной... Ну, понятно, что истории разные. Нет, ну это же главное. А так фильм, да, ну, есть сериалы, есть фильм. А почему вы выбрали для себя такой формат? То есть, сначала вы сняли «Москва, я люблю тебя», затем «Астана», сейчас «Баку». А дальше, то есть, любая страна может вас пригласить и продолжить эту серию? То есть, этот формат удобен для вас? Или же в нем что-то есть особенное? Нет, конечно, особенное. То есть, это не серия. То есть, это очень удобный формат, продюсерский. То есть, в том смысле, что это очень приятная и интересная работа, потому что ты, ну, скажем, там мы снимали «Сердце моё, Астана». У нас было 9 казахстанских режиссеров, извините, 8 казахстанских режиссеров, 2 россиянина. Естественно, это очень интересно, потому что ты, в общем, фактически, сняв такую картину в такой стране, как Казахстан, ты, в принципе, знаешь тех людей сразу же, которые, в общем-то, составляют настоящее и во многом будущее казахстанского кинематографа. Это выгодно, потому что, естественно, человек должен работать и желательно работать по профессии. Это выгодно, ну, в хорошем смысле этого слова. То есть, это работа, это интересно. Я провёл здесь незамываемые месяцы совершенно в Астане с огромным удовольствием. И даже мороз вот этот огромный, я очень любил, я снимал детей. Вот, то есть, я помню, как в прошлом году, это очень активно обсуждалось в прессе, да, то есть, люди шли, показывали в кино, но сейчас мы как бы забыли, да, то есть, прошло сколько? Меньше года. Год, ровно год. А, ровно год прошёл. То есть, это нормально, что мы забыли сейчас? Нет, конечно, это нормально, это нормально, просто... Но этого достаточно, чтобы мы увидели, что эту картину увидели только казахстанцы? Нет, конечно, нет. В этом и задача в том, чтобы её увидели не только казахстанцы, чтобы эту картину... А кто этим сейчас занимается у нас? Вы или должен заниматься казахфильм? Нет, дело в том, что... Нет, казахфильм, к сожалению, к этому проекту, в общем, отношения не имеет. Но, естественно, вообще по идее этим должен заниматься тот, кому принадлежат права на картину, естественно. А кому принадлежат права? Права принадлежат Акимату города Астана. И трудно и бессмысленно и глупо ожидать от Акимата, что Акимат профессионально продвинет эту картину. Потому что Акимат должен заниматься другими вещами. Но тем не менее у Акимата же есть одна из задач – продвигать имидж столицы. Вы понимаете, дело в том, что одно дело, когда ты делаешь некие культурные события, с которыми могут вполне профессионально справиться люди, которые отвечают, департамент культуры. Я не знаю, как конкретно это занимать. Но люди, которые занимаются Акиматой культурой. Безусловно, они с этим могут справиться. Но кино, продвижение кино, фестиваль и прочие вещи – это очень узкоспецифическое, узкопрофессиональное дело. То есть я знаю, как продавать кино, но я не дистрибьютор. То есть я не профессионал. Я продюсер, кинорежиссер. Это я знаю. Это был фильм, действительно, здесь очень сильно праздновали 20-летие. Вспомните, какое мероприятие. Это было 20-летие независимости Казахстана. Я такого мероприятия не видел никогда. Честное слово. И так он прошел. Единственное, я в Ледовом дворце была. Я зря не очень тепло оделся. Надо было вбегать греться. То есть, собственно говоря, фильм свою задачу выполнил. Просто мы потратили на эту картину очень много времени и очень много положительных эмоций. Денег не так много, но положительных эмоций. И поэтому мне лично просто жалко, если это кино, ну, оно свою цель выполнило. Посмотрел президент, посмотрели казахстанцы. Казахстанцы посмотрели не все. Не все, потому что очень, так сказать, у нас было мало времени для того, чтобы нормально выпустить картину с нормальной рекламной кампанией и так далее. С нормальным количеством. Но, тем не менее, одна из новелл, да, «Кольцо», она попала в YouTube. То есть, ее, я думаю, что посмотрели как раз-таки, наверное, многие казахстанцы. Да, но это мы ее положили в YouTube. Это вы положили, да, потому что не вошла в основную картину. А потому что она не вошла в основную. А почему не вошла? Основная причина, их несколько, я не все расскажу, но основная причина заключается в том, что вообще формат 10-минутный довольно сложный. И у нас получилось так, что все кинорежиссеры вылезли слегка. И мы должны были сокращать какие-то новеллы. Это первое. Второе, как продюсер, по контракту, как я, как продюсер, и Алексей Голубев, как продюсер, по контракту, мы имели право настаивать на своем монтаже. Это было записано в контакте. То есть, вам что-то не понравилось в монтаже, Оскар? Да, нас не совсем устроил монтаж, но при этом мне очень нравится эта новелла, Оскар, очень нравится эта новелла. Тем более, что вообще, честно сказать, эта новелла вообще родилась очень быстро, потому что мы не смогли, единственное здание, в которое мы не смогли войти в Астане, потому что оно было арестовано, оно было единственное, ну, по каким-то там причинам судебным, оно было единственное годилось для этих съемок, потому что это очень опасные съемки были. И мы все переиграли очень быстро, Оскар Розабаев пошел навстречу. Я считаю, что это, может быть, лучшая новелла. Но я слышала, что она не попала в основную ленту по другим причинам, что слишком много было поцелуев, слишком много было страсти между Саулером Ахмедовым и Бериком Айджановым, что слишком много было вот этих, то есть того, чего наша казахская ментальность якобы пока не принимает. Вы понимаете, в чем дело? Мы же сделали свой монтаж, который предложили Оскару, и там тоже было много поцелуев, вот, и там тоже было много, так сказать, того, о чем вы говорите, что якобы казахстанцы могут не принять. Вот, на самом деле, послушайте, ничего там не было уходящего за грань приличия, уж точно, абсолютно, то есть, но концептуальный конец этой истории, концептуальный конец этой истории, я считаю, не вписывался в фильм о 20-летии независимости Казахстана. Поэтому мы предложили Оскару несколько иной монтаж, то есть все то же самое, другой монтаж. Он не согласился, мы сказали, тогда мы вынуждены будем эту картину выпустить отдельно, пожалуйста, так сказать, в фестивале, нет проблем. На то мы согласились. Это всегда происходит, безусловно, потому что всегда идет речь. Но после этого вы общаетесь с Оскаром Забаевым? Да, да. То есть он не обиделся на вас? Обиделся. Обиделся. Ну, то есть, ну, обиделся, может быть, неправильное слово, это всегда, так сказать, это всегда для режиссера всегда неприятно, когда ему говорят, нет, мы хотим другой монтаж, а для продюсера всегда неприятно, когда режиссер говорит, нет, извините, тогда будет там, и так далее. Конечно, это всегда, в этом есть, там, определенные составляющие, там, обиды или, так сказать, досады и так далее. Но что делать? Вы понимаете, жизнь состоит из обид и досад во многом. А у Акима были какие-то пожелания? То есть он как главный спонсор, да, этого проекта? Ну, не он лично, скажем, Акимат, да, города основной? Нет, ну, я бы сказал. Были какие-то предложения по, то есть это 10 рассказов, да? Он предложил какую-нибудь историю? Вы знаете, на самом деле, в силу того, что у нас было несколько продолжительных разговоров до того, как мы создавали истории, когда мы создали истории, а было создано около 100 историй, а снято только 10. Вот, то при определенном взаимном доверии Акима сказал, Егор, говорит, ну, вот ты считаешь, что вот эти новеллы? Нет проблем, я доверяю тебе. Вот, и для меня это было очень важно, и действительно, вы понимаете, что, что я обожаю в Казахстане, что, на самом деле, я снял здесь два фильма, и, в общем, эти фильмы сняты были, ну, там, в той или иной форме, с бюджетными деньгами, но при этом это авторское кино, авторское кино, абсолютно. И, то есть, определенные пожелания, конечно, были, и я их понимаю, эти пожелания, это не вопрос компромисса или, там, давления на нас. Я это понимаю, что если делается фильм, в общем, к празднику, вот, можно по-разному относиться к этой дате развалу Советского Союза и обретению независимости вот нашими государствами. Кто-то к этому относится прекрасно, но лучше относиться к этому как к празднику, это случилось, да? Если это праздник, то, наверное, все-таки... Ну, для нас это праздник. Да, наверное, кто-то... Вот для меня это не очень праздник. Почему? А я скажу честно, потому что я поражу... Нет, я не против, я не могу быть против. Муравей не может быть против, что его раздавили там ногой, понимаете? Но я против, да. Нет, я не против. Но когда я снимал предыдущую картину «Возвращение в А» на южных границах Казахстана, я не мог отделаться от мысли, что я нахожусь, где я нахожусь, и это была та страна, в которой я родился. Вот, а родился я в городе Москва. Или там, вот сейчас вот недавно, снимая в Азербайджане, я не могу избавиться от мысли, что вот это была огромная империя, которая, огромная империя, в которой я родился, которую я защищал, потому что я служил в советской армии. Я был советским человеком, у меня был советский паспорт, и так далее. А служили где, в какой стране? Служил я, ну, я служил в России, но... И вообще, я служил в кавалерийском полку, то есть я как кавалерист. Этого подразделения больше нет, там сейчас президентский полк. Я не знаю, чем он занимается, охранять президента, наверное. Вот. Вот, поэтому на нас, когда мы делали «Сердце моё страна», давления не было. Мы сами, у нас была самоцензура, если хотите. Мы понимали, так сказать, какие истории должны быть, ну, как могут быть в таком альманахе, а какие истории лучше вставить в следующий альманах, который не будет там приурочен к дате. А будет просто, вот, давайте сделаем фильм, там, какой-то другой. Потому что, естественно, когда посмотрели фильм «Критика», вот, вы показали Астану с парадной стороны, только там красивые места, огни, там, я не знаю, небоскрёбы, современные здания и так далее. Но это нормально, я считаю, понимаете? Я тоже, когда на улицу выхожу, там, я пытаюсь причесать в голову себе, там, я не знаю, зубы почистить, ну, чтобы как чуть-чуть лучше выглядеть, правда? Вот, поэтому, на мой взгляд, это нормально, если показывать, там, я не знаю, какие-то рабочие окраины, там, неустроенные и так далее, там, несколько из другого кино, нет проблем. Хотите, пожалуйста, а чего вы тогда не снимите, если вы хотите про это кино снимать? Снимите, ради бога. Сами хотели бы жить в нашем городе? Вы же казах. Вы знаете, я подозреваю, что вообще Астана заточена под то, чтобы здесь работать. Когда ты работаешь, то, конечно, там, ты иначе себя чувствуешь. Ну, вот сколько вы же здесь жили, когда снимали «Астана, любовь», «Астана, сердце моё»? Я вот за год, я думаю, что я в общей сложности половину времени проводил в Казахстане. То есть, получается, полгода вы жили здесь? Ну, там, возвращение в А полгода и «Астана», полгода. То есть, за два года, год я жил в Казахстане, просто в разных городах. В Алма-Ате, ну, даже в Алма-Ате практически не были, мы жили в Чунже, Аксай. Вот если Владимира Ильича Ленина сослали не в Финляндию, а в Аксай, революции бы не было. Хорошо, вот смотрите, когда вы снимали «Возвращение в А», я помню, что вы сказали, что это же проект «Казахфильма», «Деньги Казахфильма». И что вас тоже, в принципе, там никто не контролировал, да? То есть, вам не связывали руки, не говорили, что нужно снимать так, вот здесь истории должны быть такими. Так же, как и там «Альманах, сердце моё» Астана, да? То есть, вы чувствуете это доверие, да? Вы знаете, ну, во-первых, конечно, я чувствую это доверие, с одной стороны. Есть недоверие, ну, то есть... То есть, получается так, вы приходите, вам говорят, здравствуйте, вы Егор Кончаловский, вот вам определенная сумма денег, пожалуйста, мы хотим очень хороших фильмов, которые будут смотреть за пределами нашей страны. Было чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть по-другому. То есть, мои казахстанские друзья, это, в первую очередь, Ермек Аманшаев, президент «Казахфильма» и Арман Асенов, продюсер, то есть, глава компании «Байтирек», но продюсер картины «Возвращение в А» предложили мне сценарий, и, соответственно, были готовы его финансировать. Вот, я очень долго изучал этот сценарий, потом мы на базе этого сценария, ну, так, в довольно свободной форме, в очень свободной, скажем, форме, написали, развили эту историю, написали несколько иную историю. И, собственно говоря, эта история была положительно воспринята казахфильмом. То есть, в принципе-то, если можно говорить о доверии, наверное, это доверие. Но я же тоже не враг себе, понимаете, мне тоже, меня интересуют не одноразовые взаимоотношения с казахфильмом или с компанией «Байтирек», или вообще с казахстанской киноиндустрией. Мне интересно, чтобы люди были довольны, чтобы им нравилось то, что делаю я. Вернее, мне важно, чтобы то, что делаю я, нравилось не только мне одному, понимаете, а и тем людям, от которых какие-то зависят решения. Поэтому я очень старался. Но «Возвращение в А» шикарный фильм. Я очень старался. Но мы делали кастинг, например, артистов, никакого протекционизма, с ними это, с ними этого, никакого этого не было. Мы выбрали просто по пробам. Вот давай садись, читай текст, давай с тобой порепетируем. Мы выбрали артистов и Карлыгаш Мухаммеджанова, и Берика Айджанова, и Сейдула Малдаханова, ну и, естественно, Фархад Абраимов. Вот мы всех, ну, Фархада я без проб взял, вот, Фару. Но это были абсолютно честные пробы. Потом «Казахфильм» нам дал на несколько месяцев больше закончить картину, потому что на «Казахфильме» еще там существуют определенные нормативы. Нам не хватало этого времени. Далее это время, дополнительное время, без всяких проблем. «Казахфильм» пошел на то, чтобы сделать 3D-версию картины. Вот, то есть этот фильм действительно существует в 3D. То есть мы делали не то, что хотели, но мы делали то, что хотели, естественно, ставя в известность об этом всех заинтересованных лиц. То есть не то, что вот садитесь, вы посмотрите, что у нас получилось. Нет, ну, конечно, не так. Проблема заключается в другом. Надо продавать казахстанское кино. Но вот «Возвращение в А» сейчас где-нибудь продается, его кто-нибудь занимается, его продвижением? Я занимаюсь. Потому что мы смотрели этот фильм на открытии кинофестиваля. Я смотрела его гораздо раньше, вы мне дали кофе, я помню, да? Можно ли об этом говорить? Да, нельзя об этом говорить. Не вырезайте, не вырезайте. Поэтому фильм, конечно, шикарный. Но кто сейчас занимается? Опять-таки я переживаю, что не все казахстанцы увидели этот фильм. Вы понимаете, я хочу, я бы хотел сейчас... Ну, в принципе, это в процессе и это в развитии этой ситуации. Просто это очень долго. К сожалению, что уж греха таить, в Казахстане все делается не очень быстро, если нету абсолютной необходимости все сделать сегодня. Нет, ну, смотрите, Альманах, Астана, Сердце мое, вы же сняли очень быстро, потому что у вас был дедлайн 20-летия независимости. Очень сложно, очень сложно продавать такое кино, возвращение в А, очень сложно, потому что есть Казахфин, есть Байтирек, есть наша студия. Вот сейчас мы только сейчас оформили документы, и вот я сейчас вернусь в Москву, и мы начнем продавать еще только возвращение в А, то есть картину, которая два года назад сделана. Вот, потому что... Вы готовы купить эту картину? Да, безусловно. Готовы купить? Почему? Потому что эту картину снял Егор Кончаловский? Ну, я думаю, что не исключительно поэтому. Существует масса факторов. Во-первых, мы все-таки хотели, очень хотели, чтобы эта картина вышла на российский рынок. Я очень бы хотел казахстанских усилий по этому поводу. Я имею в виду продюсерских усилий. Потому что я слышала, что россияне не так-то и готовы принимать, потому что российский рынок, ему самому сложно продавать свои фильмы. Понимаете, все зависит от правильного... Вот это и есть продюсерская работа. Работа продюсера не заканчивается тогда, когда президент страны посмотрел фильм и всех нас похвалил. Продюсерская работа начинается тогда, когда фильм сделан. И начинается жизнь и судьба этой картины. Вот это настоящая продюсерская работа. Продюсированием этого фильма занимался Арман Асенов. Вот сейчас Арман и мы пытаемся придумать эту судьбу. Нет, мы ее придумаем, безусловно. Мы ее придумаем, безусловно, эту судьбу. Уже много российских каналов хотят купить фильм. И я убежден в том, что мы его продадим в огромное количество стран. Потому что антикиллер, который про русских бандитов снят фильм в 90-е годы, он был продан в 19 стран. Например, в Уругвай. Кому в Уругвай интересно про русских бандитов смотреть, я не знаю. А все-таки возвращение в Ай, я лично считаю, моей лучшей картиной. То есть я считаю, что это лучше, чем все остальное, что я сделаю. Даже лучше, чем Побег? Я считаю, что это самый серьезный мой фильм, во всяком случае. Но это мое мнение. Дело в том, что зритель сейчас, и не только российский, не только казахстанский, зритель вообще везде, он примитивизировался. Это так. Ну, просто процесс глобализации. Что вы имеете в виду? Человек идет в кино сегодня не для того, чтобы попереживать. Человек идет в кино для того, чтобы развлечься. Забыться, я бы сказал. То есть кино из категории искусства очень уверенно перетекает в категорию интертеймента, то есть развлечения. Это не хорошо и не плохо. Это так. Потому что, это Улицкая сказала в письме Ходорковскому, что параллельно процессу глобализации идет не менее мощный процесс, и не менее интенсивный, и непонятно какой, опасный или нет, варваризации людей. То есть вообще люди варваризируются. Меньше читают, смотрят телек, ну там, какой язык в интернете, мы все прекрасно понимаем. То есть люди примитивизируются. Он очень быстро на мобильном телефоне все набирает, но это не делает его более глубоким человеком и так далее. Это не плохо и не хорошо. Это везде так. А может быть фильмы такие? Нет, во-первых, не фильмы такие. Я бы сказал, что если кого-то можно обвинить в том, что помогают людям стать менее глубокими и так далее, это, конечно, в первую очередь телевидение. Это, конечно, в первую очередь телевидение. Я не знаю, как я там давно не смотрел интенсивно казахстанского телевидения, но в России телевидение деградировало чудовищно. То есть все хорошие программы, я имею в виду хорошие программы, которые очень часто не получают никаких рейнг, они просто исчезли из сеток. Сначала были задвинуты на какое-то ночное время, потом исчезли. Но это происходит, к сожалению. Но вечерний Ургант вы смотрите? Нет. Нет. То есть вам неинтересно? Я вообще телевизор. Я не смотрю. Нет, я смотрел просто. Я телевизор не смотрю, к счастью, есть интернет, в котором я ищу то, что мне надо. Потому что я вообще, если я хочу что-то посмотреть, я набираю посмотреть документальное кино о Рафаэле, условно говоря. В Астане недавно проходила неделя казахского кино, да? То есть там ваши картины... Написали в интернете, что я туда приеду, и никто не пригласил. Удивительно. Удивительно, да? И вашей картины тоже не было, по-моему, в рамках этой недели. Ну, «Возвращение в А», например. Ну, вы понимаете, если честно, «Возвращение в А» открыла Евразию, открыла фестиваль экшн-фильмов, была на «Оскаре», от «Казахстана» выдана. Я доволен. Нет, я судьбой «Возвращение в А» вполне доволен. Я просто хотел бы узнать, ну, в принципе, есть товар, вот он лежит. Никто его еще не пробовал, не купил. Ну, несколько там сотен тысяч казахстанцев видели, наверное, эту картину. Или там десятков тысяч казахстанцев только видели эту картину. Продавайте кино, потому что кино – это огромный бизнес. Мне кажется, вам, наверное, обидно, да? То есть это как ваш ребенок, который очень талантлив, но его никуда не берут. Ну, не может же быть все хорошо, понимаете? Я так к этому отношусь, понимаете? Когда у тебя все хорошо, вот у тебя ты и богатый, и красивый, и успешный, и прожил сто лет, и любят тебя все, и вообще. И вот, то, ну, как бы, меру своего счастья становится не против чего мерить, понимаете? А насколько вы счастливы? Вы знаете, ну… То есть вы довольны своей судьбой, своей жизнью, вот на данный момент? Вы знаете, я… Всегда по-разному, то есть всегда бывают моменты душевной невзгоды. Иногда кажется, боже мой, я всю жизнь зря прожил. А иногда, наоборот, гордыня взыграет, и ты думаешь, да нет, я же кинозвезда, там, и так. Ну, это не очень умные люди, как я так думаю. Но это обычно бывает после того, когда… После премьеры, например? Ну, нет, нет, не обязательно. Казахстан вам аплодирует. Не обязательно можно проснуться утром и… Просто почувствовать, что… Посмотреть на свое неумытое лицо, и вдруг ощутить удивительное чувство счастья, что ты такой вот и есть. Вот поэтому мне трудно сказать, что я пребываю там в постоянном экстазе от того, что со мной происходит, и у меня бывают очень темные моменты, и там неудачные. Но с возрастом я стал их любить на самом деле, потому что… А про какие темные моменты вы сейчас говорите? Ну, я бываю, я грущу. А чего может грустить Егор Кочеловский? Ну, например, от того, что… Например, от того, что моя картина «Возвращение Вани» вышла в Россию, например, хотя я считаю, что она заслужена. Ну, я не думаю, что вы прям грустите неделями, да? То есть, может быть, вы как-то думаете, что надо этим вопросом заняться? Нет. И… А вот по-человечески… Я нашёл в состоянии депрессии свою прелесть определённую. То есть, я лично считаю, что человек должен испытывать разные чувства, а не только постоянное удовольствие и радость, и гордость, и гордыню, и прочее. Если у человека нету чего-то плохого в жизни, пусть это плохое будет маленьким. Дай Бог, чтобы оно было маленьким, а не больше, а не вот таким. Но если у человека нету ничего плохого в жизни, я не думаю, что он может быть счастлив вообще. Человеку для счастья… В вашей жизни не было же никаких таких больших трагедий? Ну, у меня… У меня самые большие мои трагедии в жизни были, типа, трагедии, связанные с моей семьёй. У меня умер дед, умерла бабка в Москве. Потом умер дед, и умерла бабка в Алма-Ате. У меня живы мама и папа. Тьфу-тьфу-тьфу, здоровы, живы. У меня там растёт дочь. То есть, бывает… Знаете, бывают какие… Какие несчастья у людей бывают? Иногда вот так, там, почитаешь где-нибудь, просто волосы становятся дыбом. Вот. Поэтому, конечно, я считаю, что я счастливый человек. А успешным вы себя считаете? Особенно в Москве. Вы понимаете, если бы мне… Я вам так скажу. Я себя не считаю очень успешным человеком сегодня. Но если бы мне там 15 лет назад сказали про меня сегодняшнего, я бы считал себя очень успешным человеком. То есть, человеку уже всегда мало того, что у него есть. Ну, вернее, нет. Есть люди мудрые по-настоящему. Это не я. Есть люди по-настоящему глубокие, которые гораздо более сложно относятся ко всему. В чём вопрос был? Простите, я так говорю. Я говорю, вы себя считаете успешным? Так вот, да. И что такое для вас успех? Мне кажется, что настоящий успех – это когда ты делаешь то, что ты хочешь. Когда ты хочешь, у тебя нету начальников, и тебе за это платят. Такие деньги, не безумные, но такие деньги, которые позволяют тебе быть относительно свободным. Ты не можешь купить частный самолёт, но в принципе ты свободен. Но вы заработали себе какой-то капитал? Ну, я не знаю, можно ли это назвать капиталом. Но, конечно, я что-то заработал. И на самом деле я очень много работал. Я сделал 14 картин, извините. То есть, за 14 лет. Даже если бы я делал очень маленький, малобюджетный арт-хаусный фильм, я бы всё равно заработал. То есть, и мало того, продюсерские проекты, я на них смотрю не только как на филантропические вещи. Конечно, я должен зарабатывать. Я предпочитаю зарабатывать тем… Понимаете, можно там зарабатывать, взять, вести программу на телевидении, мне предлагают. И это там много раз предлагали. И даже я вёл, просто я не могу. Для меня это слишком сложно. Но лучше я поеду, например, в Азербайджан, познакомлюсь с 10 азербайджанскими замечательными ребятами, молодыми. И проведу с ними два месяца. И мы будем заниматься кино, мы будем снимать. Я буду их поддерживать, мы будем рисовать раскадровки. И вы заработаете гораздо больше денег. И дело не в… Нет, не факт. Но не факт, что я заработаю больше денег. Но дело не в деньгах. Но лучше время так проводить, зарабатывая деньги. Для меня, для кинематографии. Тем, что тебе нравится, что ты умеешь. Тем, что твоё. Да. Поэтому в этом смысле я успешный человек. Хотя где мой «Оскар»? Я не понимаю. Где мой «Оскар», скажите? Где мой… Вот с возвращением в Абду у нас маленький шанс. Я не понимаю, где там мой «Роллс-Рой» золотой. Тоже я не знаю. С этой точки зрения, может быть, я не очень успею. А на чём вы ездите? Какой у вас автомобиль? У меня нет автомобиля. Почему? Вы не поверите. Ну как это? Ну я езжу на «Инфинити». Но вообще, на самом деле, я, к сожалению, вынужден был продать мою любимую машину «Хаммер», потому что у меня оторвалось колесо у него, и я решил его продать на ходу. Причём, да, чуть не погиб. Да? Меня, кстати говоря, это замечательная история, меня, кстати говоря, спас заместитель Аким города Астаны, Ерлан Кожагапанов. Потому что за две недели до этого инцидента он мне рассказал, как у него была такая же штука, и что не надо делать, когда это происходит. Вот я сразу же... А что это, какое-то уязвимое... Если у тебя оторвалось колесо, нельзя тормозить. А, то есть нужно продолжать ехать. Нужно просто держать руль, и всё. Вот, и я сразу же вспомнил то, что он мне рассказал, и благодаря этому ничего не случилось. Но инцидент произошёл в Москве. В Москве. У вас замечательная мама. Она наша соотечественница, она казашка. Какие у вас неотношения? Сложные. Сложные? Нет, ну... Но мне казалось всегда, что вы такой любимый сын, маленький сыночек. Ну я единственный сын. Вот у мамы есть единственный сын любимый, и единственная любимая дочь. Собственно, да, тут мне соревноваться не нужно. Мне кажется, что у вас какие-то хорошие отношения, потому что вы всегда снимаете в своих фильмах и маму, и сестрёнку, и жену. Во-первых, не всегда. Но часто. Но часто. Нет, ну простите, если я снимаю казахстанскую картину, и мне нужна... Это такое, знаете, у вас казахская черта. Да. Что у нас обычно казахи так делают, там всех родственников собирают на одной тусовке. Вы знаете, я делаю это тоже, да. Но я это делаю, если это не делается во вред, так сказать, во вред делу. Понимаете, если мне нужна такая задумчивая колдовская казахская бабушка, которая курит трубочку, то, конечно, я маму возьму. Безусловно, обязательно. Вот. Без слов роль. Понимаете. Другая бы актриса, там большая, как бы обиделась, говорит, что я должна стоять, что-то шептать. Даже ни слова она ни одного в фильме не говорит, понимаете. И она хорошая актриса. А мама соглашается сразу? То есть она говорит, конечно, сын. Да, да. Только потому, что вот это сын попросил. Нет, ну все-таки, нет, ну все-таки, если бы я снимал какое-нибудь там низкопотребное кино, может быть, она сказала, знаешь, что ты снимай, а я лучше поснимаюсь у Сакена Нурамбетова, как-то замечательного казахского режиссера. Нет, ну все-таки я, при том, там, может кино не нравится или не нравится, но мама знает всегда, что я буду там в лепешку разобьюсь, чтобы это был хороший фильм. И я буду переживать за эту картину, буду стараться, и что я не тотальный идиот, все-таки что-то получится. Ну что-то получится. Ну вот какие отношения? То есть вы делитесь? Мы вместе живем. Вы вместе живете, вы делитесь, рассказываете. Ну как мы вместе живем? У мамы свой дом в Москве, у меня свой дом в Москве. Но за городом мы живем в одном доме. Единственное, что у нее есть возможность от меня запереться и меня не видеть. И у меня есть возможность от нее запереться. Это очень важно. С близкими, вот ты слышишь, как там мама гремит с кастрюлями, убирает что-нибудь в холодильник, но добраться ей до тебя очень трудно. Скажите, вот насколько вы чувствуете себя казахом? Понимаете, во мне две половины. Есть половина русская, есть половина казахская. Воспитывался я все-таки с мамой, а не с папой. Да, конечно, у меня было 8 лет жизни на Западе и все такое. То есть у меня такое искалеченное сознание немножко, ну в хорошем смысле, непонятное. Я советский человек, крещеный, наполовину казах, воспитывавшийся, в общем-то, формировавшийся в Англии. Но, понимаете, очень многое из того, что происходит сейчас в привычной мне среде, в Москве, в России, меня не устраивает. Мне не нравится, потому что мне кажется, что есть опасная тенденция в России потери самоидентификации. Вот с этим устремленным взглядом в уже умершую модель капитализма, которая существует сегодня на Западе, вот она сейчас доживает свои последние годы, эта система. Она рано или поздно будет коллапс. Рано или поздно он будет. Кризис не закончился, я считаю. Он просто, его отложили чуть-чуть. То есть купили весь этот кризис и все, увеличили свои деньги. В принципе, американцы это и сделали, я считаю. И размылось понимание русского человека. Вот в чем дело. Размывается изо всех сил. Средствами массовой информации, американским кино в первую очередь. Понимаете, раньше смотрели, там, я не знаю, ну, «Калина здесь красная» в кино, а сегодня смотрят только «Трансформеров». И прокачники не берут, там, я не знаю, какие-то серьезные русские фильмы. Хорошо, забудем про фильмы Егора Кончаловского, которые он снял в Казахстане. Снимаются прекрасные российские фильмы, их нет. И, конечно, самоидентификация в России, на мой взгляд, гораздо более размытая, чем в Казахстане. Это первое. Второе. Ценности, которые существуют на востоке, в Азии. И в Казахстане, ну, для меня Азия, это в первую очередь Казахстан, безусловно. Вот мне интересно, в каких моментах вы чувствуете себя казахом? Я, мне очень, вы знаете, мне кажется, что все-таки отношения между мужчиной и женщиной. То есть вам хочется, чтобы ваша женщина была покорной, то есть такой восточной? Вы знаете, я, это очень, это очень сложный вопрос, я сейчас смущусь, я не могу так прямо ответить. Покорный, да, хотел бы я, чтобы женщина была покорной? Не знаю, хотел бы я. Я бы хотел, чтобы она делала вид, что она покорная. Женщины обычно не покорные, они делают вид, что она не покорная, а потом делают все по-своему, тихонько. Женщины же манипуляторы. Но дело не в этом. Как-то вы о женщинах говорите. Но, не, в хорошем смысле, но отношения между мужчиной и женщиной, отношения к старшим, отношения детей с родителями, вообще какие-то, вот ты приходишь на какую-то вечеринку казахскую, и я вижу, как люди веселятся, они веселятся более искренне, чем вот я вижу в Москве сейчас, вот на тех вот вечеринках, про которые говорят, там, великосветские вечеринки. Свет. Какой свет? Для того, чтобы были светские вечеринки, должен быть высший свет. Вот эти люди, это что, свет? Какой это свет? Это все потомки крепостных, это не свет. Это там новые русские, олигархи, бандиты, кто угодно. Там, шоу-люди, там, вот, но это не свет уж точно. Вот, здесь люди наивнее, здесь люди чище в этом смысле. Здесь. И поскольку я человек наивный и, в принципе, не очень плохой, хотя во мне есть очень темная страна, безусловно, но все-таки я себя считаю хорошим человеком, то вот это мне очень близко. И поэтому я всегда возвращаюсь в Казахстан с очень радостным ощущением, потому что я отдыхаю от того, что я терпеть не могу в Москве здесь. Неважно, даже если я стою в пробке. Ну, в Казахстане у вас есть близкие друзья? Да, да, есть, конечно, есть. И они казахи? И казахи, и не казахи, вот в том-то и дело. Вот, но это правда, что с возрастом я стал чувствовать себя, моя казахская часть моей крови, она стала, если хотите, громче. Вот, абсолютно точно. То есть я, мои взоры внутренние, касательно будущего, они обращены скорее на восток, чем назад. О чем вы сейчас хотите сказать? О том, что, возможно, вы встретите свою старость у нас, в Казахстане? Я думаю о жизни сквозь призму, конечно, того, что я делаю. И, конечно, если выбирать направление, куда бы я хотел двигаться, например, с моим кино скромным, я бы скорее хотел двигаться в юго-восточном направлении. То есть через Казахстан, Китай, Юго-Восточную Азию вся, а не там в Европу и в Америку. И, кстати говоря, вспоминая о казахстанских продюсерах, тоже, понимаете, вот казахстанцы, они все, не все, но многие, у многих образ обращен на Запад. Вот. Совершенно забывая про то, что какой за нами там сзади стоит огромный мир непознанный. Вот. А то, что касается старости, эти в Казахстане, вы знаете, не знаю, а кто знает, кто может быть, а почему бы нет. Но вы понимаете, что к вам очень ревностно относятся ваши же коллеги? Нет, я думаю, что даже в каком-то, может быть, и плохом смысле. Потому что я слышала о том, что я и Тимур Бекмамбетову говорила, что многие режиссеры обижаются, что вот приезжают российские казахи, да? Вы, Тимур Бекмамбетов. И здесь снимают свое кино, потому что они заработали себе имя там, и приезжают здесь, делают на наши деньги то же самое кино, которое якобы и они могли бы снять. Давайте просто по-другому рассмотрим эту ситуацию. Вот возникла идея, возник замысел фильма «Сердце моё Астана». Очень несложная история. Десять новелл, десять кинорежиссеров, десять коротеньких историй о любви, простых, лубочных. Там встретил парень-девушку, или там два пожилых человека заблудились в современной Астане, потому что не могут навигатор читать. И так далее. Они простые, трогательные истории. Значит, мы сделали эту картину, потом вышла в прессе. Вот, значит, приехали русские, взяли это самое. Ну, ребята, ну пойдите, сделайте, напишите, придите и снимите. Тимур Бекмамбетов сказал все то же самое. Вот, возьмите, придите и снимите, придите в Акимат. Но вы понимаете, Егор, это вам легко прийти в Акимат и зайти к Акиму? Потому что вы Егор Кончаловский. А тому же самому Оскару Закбаеву, я думаю, сложнее гораздо. Ну, я согласен, но просто Оскар Узабаев здесь уже кинорежиссер, а Егор Кончаловский там 15 лет назад в России был клипмейкер. Мне труднее было в России, чем Оскару Закбаеву здесь, скажем. Забудьте про Кончаловского. Ладно, я блатной, номенклатурный, у меня дед депутат Верховного Совета и так далее. А дядя, друг президента России. Хорошо. Но есть Тимур Бекмамбетов. Тимур Бекмамбетов абсолютно self-made, то, что называется. Я безумно его уважаю. Забудем про меня. Ну, хорошо, скажите, как вы относитесь к тем людям, которые, вот вы говорите, что писали, да, что вот приехали российские режиссеры и снимают здесь у нас в Казахстане фильмы? Ну, вы знаете, ну, как я, ну, если бы это было там 10 лет назад произошло, я бы сказал, я бы был гораздо более там резок, вот, ну, в своих, так сказать, мнениях относительно этого. Сейчас, когда там я, может быть, чуть-чуть поумнел, я понимаю, что, безусловно, это всегда будет происходить. Но эти люди не мешают вам продвигать другие проекты? Я не знаю. Вы не чувствуете? Нет, я не чувствую. Я не чувствую, потому что неудач очень много. То есть, из того, что ты задумываешь, вот я там в течение последнего времени рассматривал до 12 проектов, сейчас это количество сузилось до трех. Ну, они гораздо более уже, так сказать, подготовлены, до трех. А может, вообще ничего не получится. В кино такая штука. То есть, мы работаем, мы работаем как волки, волка кормят ноги. То есть, у меня нету зарплаты, например, я не получаю зарплату. Ну, хорошо, а вот вы сейчас снимаете в Баку, да? Тоже альманах? Да, уже сняли. Уже сняли. Уже сняли альманах в Баку. Сколько на этом проекте зарабатывает Егор Кончаловский? Я не скажу. Ну, что можно купить? Грех жаловаться. Ну, можно купить дом, например. Дом хороший. Можно купить нормальный дом. То есть, этого заработка вам потом достаточно на какой период времени? Вы понимаете... Или как, вы откладываете в банк и дальше? Нет, я в своем персональном финансовом плане, что ли, это не просто так. Ты снял фильм, получил деньги и пошел их тратить. Ну, все сложнее, потому что много проектов разных идет. Потом есть студия, которая занимается рекламой постоянно. То есть, у меня есть два партнера, которые постоянно занимаются рекламой. То есть, я не знаю вообще на самом деле, сколько я зарабатываю до конца. Я знаю там, допустим, что... Ну, что я могу себе позволить, что я не могу себе позволить? Ну, что вы себе можете позволить? Вы можете позволить себе уехать на месяц в Монако и ничего не делать? Можете. Могу. Я могу себе позволить там... Вот, у меня так получилось, что я должен был завтра купить автомобиль. Я могу это позволить. А самолет не могу. Я могу позволить себе построить дом. Я могу себе позволить купить квартиру. Да, я это могу. Но в кино трудно ожидать больших денег. В кино не очень много денег, к сожалению. Особенно в нашем, в казахстанском, в российском, пока еще мы не поняли, как это работает до конца. Действительно. Потому что кино – это высокоприбыльный бизнес на самом деле. А я еще слышала о том, что мы снимаем кино в Казахстане только потому, чтобы не оказаться в списке стран третьего мира. Вы знаете, даже если это так, то есть, допустим, то есть... Это вот обязательное условие, чтобы киноинверсия была. Этого я не знаю, но даже если это так, и государство идет на то, чтобы, так сказать, ну просто спонсировать кинофильмы... Искусственно, то есть создавать эту индустрию. Ну, да, поддерживать эту индустрию, даже искусственно. Это все равно очень важно и очень хорошо. Появилось много новых ребят, новых имен, очень интересных людей, ну, относительно новых. То есть Акан Сатаев, он не новый человек в кино, но он молодой человек еще, понимаете? Вам нравится то, что он делает? Мне нравится то, что он делает, и мне он очень нравится. Я имею в виду, симпатичный мне, и он должен был в Астане... Я не смотрел «Монбалу», к сожалению, еще пока. Нигде, простите. Я вам дам диск, не переживайте. Понимаете? Нельзя этого говорить. Вот. Он должен был в Астане участвовать. Все равно, все равно больше становится людей. Тем не менее, там, два фильма снял человек, три фильма, четыре. Как режиссер или как продюсер, все равно он становится более профессиональным. Все равно, кто будет учить? Кто будет учить? Потом когда-то продюсеры поймут, что вот перед нами рынок. Не Россия нас интересует и СНГ, а интересует нас Южная Корея, Япония, Китай, Таиланд, Непал, Бирма и так далее. Вот. Найдутся такие люди. А кто их будет учить? Их будут учить те люди, которые сейчас, например, если сегодняшние не научатся. Вот. Но я лично считаю, что проблема казахстанского кино заключается не в том, что оно дотационное. А проблема казахстанского кино заключается в том, что некоторые продюсеры не понимают, что у них есть очень хорошие продукты. Я уверен, что фильм Акана Сатаева отличный фильм. Я уверен. Шитарный фильм. Вот. Рустем Абдрашев, там, я не знаю. Ну, есть, есть очень хорошие, очень хорошие ребята. Я думаю, что рано или поздно вот эта ситуация просто закончится, когда фильмы, ну, как там, тихонечко проходят. Просто это должно быть, понимаете, это должно быть, должно прийти еще понимание, что недостаточно просто потратить деньги на фильм. Нужно еще потратить деньги на потом последующую его жизнь. Вот. А, так сказать, официально такого нету даже понимаешь, что значит. У нас в основном тратят только на само рождение, то есть на сам фильм. Ну да, конечно. А на продвижение... А на продвижение, например, в Америке могут истратить на фильм 10 миллионов долларов, а на продвижение 30, понимаете? Вот. Ну, там, относительно небольшого фильма. В России это, как правило, вот у тебя есть бюджет, 50% бюджета, когда был подъем российского кино, сейчас спад российского кино. 50% бюджета тратилось на рекламу. Это значит, сколько надо было истратить на рекламу возвращение в ААА? 2,5 миллиона долларов. Если бы мы истратили 2,5 миллиона долларов на СНГ, на рекламу, это было бы хит. Получается, возвращение в ААА стоило 5 миллионов, да? Ну, я не держал эти 5 миллионов в руках, но, так сказать, у тебя бюджет таков был. У каждого режиссера, мне кажется, есть свой главный фильм в жизни. Да. То есть, который получает Оскара, да? Который, может, и не получить Оскара, но который сделал, да, режиссера. Да. Вот вы говорите, что ваш фильм «Возвращение в ААА». Но я думаю, что это не главный ваш фильм. Нет. То есть, вы его еще не сняли. Фильм, который сделал меня режиссером, это «Антикиллер». «Антикиллер». Вот. Но мой любимый фильм, и считаю лучший фильм, это «Возвращение в ААА». На сегодняшний день. Я думаю, что после сегодняшней нашей программы каждый казахстанец захочет посмотреть и «Возвращение в ААА», и «Альманах. Сердце мое. Астана». Спасибо, что пришли. Это была программа «Статус Кво». И сегодня у меня в гостях был Егор Кончаловский. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»